До этого дня человечества все было заключено, какие-то мрачные узы, оно было отделено от милости Божьей. Гнев Божий тяготел над человеческим родом. Человечество было во вражде с Богом, с воплощением Бога Слова, с происшествием Его на землю. И эта вражда была устанена, своим воплощением Господь восстановил нарушенный мир и несогласие между человечеством и Богом, между землей и небом. Поэтому и ангелы в удивлении воспели этот гимн «Слава Вышних Богу на земле мир, в чудо-децах благоволение». И наши сердца также должны радоваться и веселиться, потому что Господь принес и в наши сердца мир. И каждый верующий во Христа уже является миротворцем, уже обретает в своей душе мир, если он истинный христианин, если он истинно верует во Христа Спасителя и старается жить по его западу. Поэтому в этот день вытушевитесь своим духом, возрадуйтесь и укрепите надежду свою на Всеблагового Господа, на Его милосердие, на Его обетование. О том, что все верующие во Христа, как бы они жили бы, но если они искренне веруют, стараются стремятся ко спасению и, так сказать, по мере своих сил, стараются жить по-христиански. Что они не лишатся будущей вечной жизни. Это говорит о том, что я лишился покровительства и благодати Божией вот за этот грех осуждения. И он семь лет потом стал молиться о прощении этого греха осуждения. Он не вкушал хлеба, в теле не входил, ни с кем, никого не принимал, ни с кем не сговаривал. И вот по стечению семи лет Господь в сонном видении явился Ему, возвратил Ему мантию, из чего Он узнал, что Господь простил Ему этот грех. Вот так вот, каковы вот священные предания и примеры и наставления Божьи, что мы должны, должны только себя осуждать. Мы должны себя укорять. Вот мы, преподобность Серафима говорит, что мы потому осуждаем других, что мы не знаем самих себя. Если бы мы знали самих себя бы, то мы бы никогда бы не дерзнули бы, да, осуждать ближних. Поэтому, дорогие братья и сестры, да послушайте нам назидание, наставление. По научению того, чтобы нам запомнил Божий исполнять, мы должны знать все это. И исполнять и исполнять надежды. Вот осуждать себя и исправлять свои немощи, свои грехи, свои привычки, пороки, в которых у нас указывает бесчисленное множество. Вот это доброе дело. Это наше священное обязанное. И мы должны это делать, иначе мы не спасемся. Мы должны именно постепенно восходить от силы в силу. Вот путем такого самоисправления, да, мы только и можем. И только таким путем, да, путем очищения, исправления себя, своих грехов, для нас и может открыться свободный вход в Царствие Небесное, которое Господь обещал всем любящим Его. Аминь. Спасибо большое.